МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В зоне отдыха Берег Надежды. Постельное брать будете к 105-летию железной дороги. Из Барнаула в Бийск и обратно будут ездить вагоны с кондиционерами и USB-зарядкой. Не остались в стороне. В Бийске работает студенческий волонтерский колл-центр «Горячие сердца». И как это поможет медикам? Итак, мы начинаем. Мошенники придумали новую схему обмана людей. Он основан на обещании выплатить компенсацию или субсидию по оплате коммуналки. В связи с экономическим кризисом доверчивые люди верят мошенникам и теряют денежные средства. Собственнику приходит электронное письмо на почту, в котором говорится о якобы выписанной на имя пользователя компенсации за услуги ЖКХ. Несмотря на то, что сумма обещанной компенсации небольшая, обычно до 5000 рублей, желающих получить даже такое финансовое послабление более чем достаточно. Уже на открытом сайте мошенники настаивают на переводе им определенной суммы, как правило, порядка 10% от размера самой компенсации. Разумеется, после перечисления денег никакой выплаты обманутые граждане не дожидаются. Используют мошенники и другую схему, взламывают страницы пользователей в социальных сетях и от лица взломанного пользователя отправляют сообщение его знакомым с предложением научить, как правильно оформить компенсацию за ЖКУ. Затем просят прислать полные реквизиты карты и снимают с нее денежные средства. Эксперты предупреждают, никаких денег переводить нельзя, если вы не уверены в официальном или легальном характере сделки. Кроме того, на вредоносных сайтах могут быть вирусы, ворующие личную информацию у пользователей. В Бейске на безвозмездной основе ищут елки для украшения снежных городков. Об этом объявили в администрации города. Требований несколько лесная красавица должна быть высокой и пушистой. Привозят елки обычно из окрестностей Бейска. При этом путь занимает немало времени. Груз слишком габаритный. К месту установки еле привозят на дреномерных камазах. А вот установка занимает всего несколько минут. Заявки принимаются по телефону 40-51-88. Кроме того, в администрации города объявили конкурс на оформление городских объектов праздником. Прием желающих, как сообщили в Управлении стратегического развития и экономики, начнется с 1 декабря. А итоги подведут после 20 января. На конкурс будут приниматься работы по двум номинациям. Украсим город вместе. Это новогоднее декоративно-художественное оформление, световая инсталляция или креативный подход к оформлению. И новогодний БИСК. Оформление магазинов, предприятий общественного питания, городского транспорта, объектов культуры и спорта, образования или городских предприятий. Кол-центр по коронавирусу «Горячие сердца» работает в БИСКе. Студенты из педуниверситета после занятий уже не идут по своим делам, а помогают разгрузить медиков. Главная задача волонтеров – установить круг контактов заболевшего COVID-19. Так информация гораздо быстрее поступает в Роспотребнадзор. Помочь медикам в пандемию решили студенты БИСКО-педагогического университета. Здесь создан волонтерский кол-центр по коронавирусу «Горячие сердца». Будущие учителя начальных классов, социальные работники и психологи проводят свободное время с пользой. Задача волонтеров – это обзванивают, они по горячей линии работают ежедневно, обзванивают тех, у кого имеется положительный тест на коронавирус. Их задача – собрать информацию, и работа осуществляется именно в помощи врачам Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Бийске. Работают ребята у нас две смены – свободное время от учебы, по графику. В университете давно и успешно развивают волонтерское движение. Задача максимум сегодня – найти общий язык с людьми, заболевшими коронавирусной инфекцией, установить круг контактов человека. Перед началом работы студенты прошли специальное обучение, где получили подсказки от специалистов на все случаи. Вам звонят с Центра гигиены и эпидемиологии по Алтайскому краю. У вас был выявлен ковид? Да, да. Не могли бы вы ответить мне на пару вопросов? Да, слушаю. Каждая волонтерская смена длится по 4 часа. За это время волонтерам нужно обзвонить как можно больше людей из списка, который создан сотрудниками Центра эпидемиологии и гигиены. Студенты отмечают, что люди по-разному реагируют на звонки. Кто-то реагирует агрессивно. У меня даже сегодня была ситуация с утра, когда бабушка взяла трубку, и у нее была прям истерика очень серьезная из-за того, что мы позвонили, что вот как раз мы передадим куда-нибудь эту информацию к ней, потом приедут и ее заперут. Вот именно так она и сказала. Кто-то реагирует просто, что отвечает на все вопросы. В социальных сетях бичане жалуются, что вступив в контакт с больным COVID-19, не могут дозвониться до поликлиник, попасть на прием к терапевту и получить уведомление о самоизоляции от Роспотребнадзора. Часто обеспокоенные горожане срываются на волонтерах. В любой ситуации нужно просто стараться сохранять спокойствие. Но мы тут работаем в кабинете не одни, девочками друг друга поддерживаем. Я как бы высказалась, сказала, что вот на меня накричали, почему, за что. И все, как-то настроение само собой поднимается, и продолжаешь дальше работать. По количеству заболевших коронавирусной инфекцией Алтайский край находится в красной зоне. Больных много, а медиков не хватает. Например, в Бийском центре гигиены и эпидемиологии работает всего 9 человек. Есть много заболевших. Без помощи волонтеров им не обойтись. Роспотребнадзор на основании наших донесений выписывают предписания для больниц на контактных и на больных, чтобы им контактным, чтобы выписали больничные листы с момента изоляции их. И чтобы сделали на 8-10 день анализ мазок на ковид у тех же контактных больных. Волонтерский колл-центр «Горячие сердца» будет работать столько, сколько нужно. Как доказал опыт краевой столицы, подобные горячие линии смогли значительно разгрузить работу медиков. На сегодняшний день волонтеры установили контактных лиц у 400 заболевших горожан. Ксения Цапко, Иван Зяблицкий. Будни. А теперь ковид-статистики. В праздничный день 4 ноября в оперативном штабе отчитались о 221 заболевшем коронавирусной инфекцией. Сегодня в Алтайском крае прибавилось еще 226 новых случаев. В Барнауле 63, в Бийске 21 заболевшие. На сегодняшний день на лечение в инфекционных госпиталях края с диагнозом COVID-19 находятся 2406 человек. Еще 2566 пациентов с вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных – 589. Из них подключено к аппаратам ИВЛ – 183. За минувшие сутки выздоровели 186 пациентов, умерли 11 человек, 7 из них от COVID-19. Мы продолжаем и вот о чем расскажем дальше. Летите, летите! В Бийске ожидают перелета 400 лебедей. И что нового сделано для туристов в зоне отдыха «Берег Надежды». Постельное брать будете к 105-летию железной дороги. Из Барнаула в Бийске обратно будут ездить вагоны с кондиционерами и USB-зарядкой. Гипермаркет низких цен «Маяк» на Васильево. Порошок «Миф» – 259,90. Майонез «Мистер Рика» – 79,90. Галец – 209,90. Держим курс на «Маяк» на Васильево – 85. Не пропустите обновление зимней коллекции курток и пуховиков по оптовым ценам. Ермак. Митрофаново, 35. Остановка. Вокзал. Смотрите, какая собачка! Здравствуй! А это кто с тобой? Это внуки мои. А где твой Андрюшка? Да он с женой и внучком уже два года как в другой город переехал. Это ваша процентная компенсация по сбережению. Спасибо. Бабушка, привет! Ты родной! Днем рождения, мам. Ну я очень хотела, чтобы этот день рождения ты провела не одна. Спасибо. Кооператив «Сибирский капитал» принимает сбережения под 8,5% годовых с ежемесячной процентной компенсацией. БИСК. Коммунарский 16. Дробь 1. Подробности по телефону. 8 800 201 0058. Стало известно, что в 2021 году знаменитая ралли-рейд «Шелковый путь» пройдет по территории Алтайского края. Ралли проводится с 2009 года. Причем российская команда «КамАЗ-Мастер» является действующим чемпионом рейда в классе грузовиков. В 2021 году движение «КамАЗ-Мастер» пройдет в трех странах – России, Монголии и Китае. Гонка стартует в Омске 1 июля и финиширует в китайском Урумчи 11 июля. Участникам предстоит преодолеть 10 участков общей протяженностью в 5000 километров. Почти половина дистанции придется на скоростные спецучастки. В маршрут будут включены районы, ранее не задействованные в ралли – Алтай в России, Монгольский Алтай и новые районы пустыни Гоби на территории Монголии и Китая. В гонках традиционно принимают участие как мужские, так и женские команды. Возраст участников не должен превышать 29 лет. В Бийске готовы встречать лебедей. В поселке Молодежный уже видели, как прилетели разведчики. А это значит, что совсем скоро на Бии будут зимовать грациозные красавцы. Берег Надежды – одно из самых популярных мест досуга горожан и туристов. В этом году для гостей установили мусорные урны и информационный щит. Берег в поселке Молодежный начали облагораживать в 2014 году. За 6 лет место из пустыря с погребами превратилось в набережную с элементами декора, куда семьи приезжают на выходные покормить лебедей. Любители скандинавской ходьбы идут сюда пешком из Бийска, а молодожены устраивают памятные фотосессии. Активисты подсчитали, за выходные в сезон, а это время, когда здесь зимуют лебеди, набережную посещают больше тысячи человек. Общественники не останавливаются на достигнутом, даже несмотря на ограничения пандемии. Так они снова одержали победу и выиграли грант губернатора Алтайского края в сфере экологического воспитания, образования и просвещения. Суммы гранта, пусть и небольшой, 71 тысяча рублей, хватило и на организацию краевого арт-фестиваля «Лебедушка», который пройдет 12 ноября, и на установку столь необходимых урн для мусора, а также на стенд с правилами поведения в общественном месте. Не забыли и о туристах. На денежные средства гранта мы, получается, выиграли и сделали информационный щит, где есть информация полностью по проекту берега укрепления, про строительство набережной «Берег надежды», по статистику лебедей и музейную комнату, которая находится у нас в школе. Из Бийска в Барнаул теперь будут курсировать новые поезда, оснащенные кондиционерами и разъемами для зарядки мобильных телефонов. Новинки поступили в железнодорожный парк к юбилею 105 лет железной дороги в крае. Пригородные поезда с новыми вагонами для перевозки пассажиров будут курсировать по маршрутам Барнаул-Бийск, а также Барнаул-Алейско-Рубцовск. Новые вагоны оборудованы кондиционерами, системой обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами, камерами наблюдения и пожарной сигнализацией. В каждом вагоне 60 сидячих мест. Для пассажиров предусмотрены персональные розетки либо USB-разъемы. Бичан приглашают посмотреть на образы великих людей. В культурно-выставочном центре Беловодия работает выставка скульптур известного украинского мастера Алексея Леонова. По словам автора, в экспозиции отражены те, на кого нужно равняться. На выставке «Думая о вечном» можно увидеть 43 миниатюрные скульптуры. Это образы известных подвижников, учителей человечества, а также великих людей. Высота работ не превышает 65 сантиметров. Они выполнены из гипса, бронзы, но в основном был использован шамот, то есть обожженная глина. С 2011 года экспозиция путешествует по Сибири. Ее видели в таких городах, как Ангарск, Братск, Красноярск, Минусинск, Новосибирск. Добавим, что Алексей Леонов – известный украинский мастер. Лепкой он заинтересовался еще с двух лет. И несмотря на свой относительно молодой возраст, мастеру 37 лет, у него было уже много персональных выставок по всему миру. С 2005 года уже более ста. Отметим, что Алексей Леонов интересуется философией и историей мировых религий, что отражено в его творчестве. Прежде чем приступить к лепке, мастер знакомился с учениями и жизнью этих людей. Сам мастер так и говорит, что я не могу начать работу, пока я чего-то не пойму. И так оно и есть. В каждой работе, когда приглядишься, мы увидим смысл. Мы увидим не только форму, красивую, пластическую форму, которая говорит о мастерстве скульптора, говорит о его профессионализме. Но мы увидим также мысль, которая заложена в самом этом произведении, в этом образе. И вот такие одухотворенные скульптуры представлены на этой выставке. А теперь о погоде. 6 ноября в Бийске будет облачно. Ветер переменных направлений слабый. Атмосферное давление в пределах нормы. Влажность воздуха утром и вечером будет высокой. Магнитное поле Земли спокойное. Ночью плюс два, плюс четыре. Днем плюс три, плюс пять градусов. И это все новости на сегодня. Всего вам самого хорошего. И я напоминаю, что выпуски информационной программы «Будни» доступны в социальных сетях группы «Бийск мой город» на канале YouTube, а также на официальном сайте газеты «Бийский рабочий» – bework.ru.